начинается утро в деревне мы проснулись пол одиннадцатого выспанные на сладкой кроватке было тепло хорошо и уютно я сходил магазин за жрачкой сейчас у нас будет завтрак на завтрак у нас тевтели с картошкой драники вчерашний салат чай и дошек вот алисе заварили жизнь продолжается жить замечательно короче от облажался купил драники увидел прям сразу вспомнил вкус маминок драников а дело в том что у меня делают драники с мясом внутри они такие что прям ум отъешь я с таким наслаждением кусаю понимаю что они просто драники обычно без всего у меня такое разочарование думали где же мамины драники они вроде даже кажется там что-то есть по факту там один лук только ну ничего съедобно наш досуг выходного дня продолжается мы пришли вектернбургский зоопарк тут очередь в кассу видим связи с к видом касса теперь такая самобслуживая на 2 кран тыкать пальцем зараза цеплять вот тут такая очередь на улице жарко мои все оделись куртки мне в олимпийских уже шах какая история о вечной молодости у нас немножко поменялась диспозиция мы постояли в очереди перед зоопарком лексербургским там толпа народа мы решили что-то не хотим с толпой там гулять того что удовольствие не получим поменяли планы сели на такси и поехали в верхнюю пышму музей всякой тут военной техники тут такой городок у него градообразующий предприятий метроургический комбинат и хозяин комбината устроил тут офигительный музей типа того как есть тольятти только разные в три в четыре побольше здесь огромное количество техники собраны всяких танков самолетов подонных лодок просто невероятно круто сейчас мы все это посмотрим как говорят некоторые блогеры ребятки это просто невероятно сумасшедший конечно музей тут столько техники и реально такого конечно представить не мог то есть то что там нас в тольятти тоже рядом не валялась даже это немецкие парки техники тоже рядом валяется это наверно самый крутой парк военных техник который когда любить ух здесь по огромный количестве экспонатов есть все абсолютно вот и паровозы самолеты и подвода лодку притащили корабли и парк просто большущий самое интересное бесплатный вход людей немного но в общем-то толпы нету рассматривать все это достаточно комфортно я вообще просто потрясен не ожидал даже много обзоров смотрел ну чтобы себе такой представить я не мог да свет что ребятам передать ребятам привет передать до подписан нашего канала точнее не подписывайся наш канал и даже лайки не ставьте просто смотрите рекламу что нам капал бабло алиса сбралась паровоз с мальчиком лёшей они тут не хотят расставаться и вот сейчас мы поедем домой на паровозе алис кидай угля поедем домой да вот от в топку уголь кидать да и поедем в саратов а вот и мама лист там дырки нету так надо кидать я горолиц кидай уголь поедем саратов на паровозе а там дырку закрыли на чтобы вы кидать вообще прикольно мы дошли до автомобиль музей да что ж такое нападать сюда руку здесь уже строгий маточный режим мерить температуру билет взрослый 300 рублей детский бесплатно здесь четыре этажа музея и типа должно быть круто о какой классный кадр алис ты просто модель алиса стране чудес пошли дальше здесь круто знаки таруса болта что реально прям как германии здесь все по моду вообще крутяк наш круче музей был офигеть такие точил здесь модно даже не русабалт какой-то king b он дурит это он дурит офигеть эти четки точил офигеть ребятки и вы будете в шоке он мопед исторический до чувак здесь конечно постарался участку коллекцию собрать это стоит дорогого мягко сказать просто потрясает здесь надо прям не усилить и делать приглашать туристов зарубежных швальца приезжали ответ никто не знает что есть такой крутой музей все в германии и чуваки я все в шоке от этого музея здесь даже есть бэвы дикси который я не видел в мюнхенском музей было здесь hd штуки мобильские красивые новенький с новенькой резиной все отполированы сколько ухаживают зад за ними все невероятно да надо поинтересоваться личностью чувака который все это создал где он все взял столько денег обалдеть можно гусеничный какой-то автомобиль обалдеть ford модуль а снежный летчик обалдеть как шоке мы с первого этажа поднялись на 4 и тут опять шок тут мотоцикл начиная всяких древних заканчу наверно не древним мотоцикл 909 года четырехсилдровый ряду двигатель офигеть я в шоке этот музей просто как это фантастическая фантастика музей бы вы просто детский лепет по сравнению с этим алиса шату для себя игрушку машинку типа детскую такую класс с девочкой друг у друга руль отнимает за модную машину такая она в этой это инвалидка типы из комедии про шурика офигеть это та самая инвалидка я чё думал там другая была получается вот она и есть суши точно да жопа прям такая же обалдеть у меня там три педали суры положено вообще мега круто я прям не писаю восхищаться это же надо же будем так музей сделать просто невероятная фантастика какая-то где-то молись у нас они уже втроем на вчетвером огонь пожалуйста очень мы приехали на 3 этаж здесь у нас выставка отечественных ретроавтомобилей вот таких у меня было две штуки вот такой у меня был один штука представляешь мам у меня таких был две штуки а такой был один я на всех на них ездил это же просто ностальгия какая-то прохождите сесть и помчаться вдаль в путешествие вообще кайф у меня был 176 года 1 91 184 до я даже делал то не снимал на таком девки шоке были конечно да мы подходим с девками игры выбирайте машину как усадиться и такие раз какую-то на марку я на нее девочки вот автомобиль они они даже сели чтобы удивительных но не дали но не дали вот здесь на тестографируется сша прикольно тем дом такой диван сделать сколько тазиков все-таки чистенькие даже в лимузины и сики зелы я в очень раз говорю о своем восторге просто праздник какой-то так мы приехали на второй этаж теперь здесь нас похоже экспозиция 50-60 машины наших родителей как говорится вот запорожец горбатый вот они как наши родители проводили время бухали в гаражах разбирая собирая запорожца газета правда что интерес какого года 20 чего-то там не вижу гаражи такие послевоенное время типа 50 явно было раньше вот они так у меня даже есть доди раз момента клади вас ездил за рулем даже на это жесть я нам ею смотрю до 47 москвича а даже 43 есть зубы на таком наверно да нет конечно какие кондиционеры о чем ну вообще круто а здесь нас персонажи из кавказской пленницы шурик ниночка смоним как живая прям такая вздувабельная а шурик какой-то не настоящий шурик как неправильный алису ностык ровно шурик такой мягенький алис дай его потрогать нет он жесткий шерсть у меня плюшевая а здесь вот чайка сто лет я не видел тоже на улице раньше они были с вами на кортежек использовали сейчас взять уже стало не модно сейчас лимузин американский настоящие здесь прям такой блестючий зил шикарный тоже весь отреставрированный салон перешитый просто царство эстетики ну все вот закончился с позиции 2 этажа чтобы весь музей посмотрели ну однозначно могу рекомендовать всем от мало до велико здесь прям очень круто немножко не хватает некой интерактивности даже без этого потрясающе вот так выглядит музей техники с высоты 4 этажа автомобильный музей в кафешке сейчас сидим и вот наслаждаемся таким видом он здесь можно оценить масштабы вот практически до горизонта все простирается еще место осталось здесь я думаю здесь все больше развиваться уже впечатляет вот здесь такая кафешка кстати достаточно вкусно недорого картошку с мясом французский взял сэндвич да прям подкрепились алис у нас ничего не берет как обычно мы даже не переживаем у нас никакая не жертву шестерах максим ложку душка с утра мороженого все на весь день а еще а еще здесь есть детские всякие лошадки и машинки йод я вот так отборно даже с черно-белой фотографии привет ребята привет вот так у меня тоже помогу хочу все все у всех было вот такая херня мне было вот такой херни я мечтал она была только мажоров такие даже не видел ни разу вот такой где-то видел я не помню вот этот самый мажорского точил это прям мечта поэтому я так и не осилил классно какие-то мои с детства нахлынули однако пришли на главную примечательность екатеринбурга так называемую плотинку народу здесь уже тьма все-таки плохо когда у людей нет нормальной речки выжжена всякие речки вонючки ходить пошли алис там покидаем камушки но тут говномагнитики продают музыканты играют короче праздник жизни так-то романтично достаточно собачки бегают но даже уточки он плавают крутяк такая набережная роскошная практически чистая даже нам а гнило наш как река называется 10 да а вот наверное самый большой небоскреб и сеть называется писать река писать а вот небоскреб писать я так подозреваю он выше даже чем высоцкий вот высоцкий а это наверное есть и сеть писать 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 да тяжелым живется с такой маленькой речушкой да речка вонючка ездить а он там не достроен здание около вокзала тоже еще один небоскреб жизнь кипит да он лишь в дэнгу играют класс все алиса нашлася развлекуху гоняет вороны и голубей как они какают как они какают закатный свет все как положено надо прям пофотографироваться по телу туда на набережной пойдем фотографируемся набережной да алис пойдем там набережной спустимся и пофоткаемся в закатном свете да здесь прям досуговое место на зимний дворец похоже какой-то видать модный историческое здание спуститься проблем специально высокий сделаешь в людях падали мы спустились на берег говно речушки сейчас вам строился фотосет как эти девушки очень грязно за стекла кирпичи биты не очень что-то опрятно выглядит да давай это упадешь на стекла тут смотри древние пеньки еще со времен петра первого сейчас мама на пенек посадим будет фоткать чем-то нет на минск похоже напоминает как в центре минска прямо один в один здесь проходит фестиваль уличного кино народ социально дистанцируется сидит тут полутора метрах и сможет киношку какую-то что-то знакомое народищу конечно тьма как в праге наверно здесь можно обойти потом здесь пойдем а фонтан похоже у нас не работает может по вечерам только закончила школу в институт прикольно может так на халяву киношку смотреть и раз такой же мы плотину сварить вот та самая плотинка забавно остатки древней плотины сетского пруда фрагмент в местах находения водосброса хранится в судовском пошли на мостик посмотреть продолжаем гулять по набережной и сети очень приятными статус свеже отремонтированный тротуар на улице горького здесь вот внизу благоустроен набережной я почему-то иду у меня не покидает ощущение что мы где-то в брисбене находимся в австралии вот чего-то не знаю навевает похоже архитектуры тоже такие зеленые лужайки речушки весьма прикольно народ гуляет воскресенье вечером тише угадать а я про почему похоже на врезом там здесь вот архитектурная как это же вычурнал дом какой-то золотистый а Продолжение следует...